вот так вот сломался мой новый телефон iphone 12 pro max больше чуть-чуть недели пользования и вот такая вот ерунда весь остальной экран нормальный а сверху вот такие вот полосочки показывает камера кошмар расскажу вам о том как я возвращал по гарантии этот телефон это стоит отдельного видео во первых для того чтобы вы знали что не все так гладко хоть и обещал не выпускать часто отрицательных так сказать видео но судьба говорит что надо выпускать в общем да сегодня видео будет не сильно положительное но я считаю что вы должны знать что такое бывает и что я попытается заработать на вас в любой ситуации даже когда казалось бы он должен расшаркаться ножки ножками сказать извините ну так уж получилось и все сделать быстренько но они поступили иначе в все началось со съемки именно этого видео я вечером поехал в магазин за продуктами решил поставить телефон и поучиться и снимать в разных режимах я купил специальный фильтр для того чтобы отфильтровать блики с лобового стекла и посмотреть как он будет снимать с этим фильтром и кстати получается очень даже неплохо бликов лобового стекла нет фильтр этот называется поляризационный в общем я с ним баловался крутился там всячески приспосабливал его к телефону для того чтобы понять как лучше снимать и чтобы картинка была красивая и чтобы бликов не было в общем побаловаться потестить основная цель была съемки этого видео я даже не собирался это видео выкладывать для чего-то озвучивать это было больше так сказать тестовое видео пока еду в магазин и надо сказать она получилась очень неплохим очень качественно мне понравилось но зато по дороге из магазина случилась ерунда когда я записал это видео точнее сказать я ехал в машине конечно же внимательно не рассматривал экрана приехал домой и стал пролистывать эти видосики и обнаружил что у меня на видео есть полосочка сейчас я вам покажу это видео из так сказать кусочек вырежу из дороги обратно видите слева еле заметные есть такие мельчишащие белые цветные полосы это говорит о том что матрицы на камере пришел каюк вот их особенно в темных местах лучше видно не знаю может быть если на телефоне не видно на компьютере это точно будет лучше видно короче говоря камера кусочек матрицы похоже пришел в негодность интересно что когда я ехал туда все было хорошо а вот когда ехал обратно уже все стало плохо не знаю чем это связано или просто так камере пришел каюк я вроде телефон нигде не стукал ничего такого сказать чтоб я его там сильно бил или еще что-то нет ничего такого не было но вот интересно до магазина я над доехал абсолютно нормально а из магазина когда ехал то уже получил такой вот спецэффект что же пришло время рассказать о том как же я его менял точнее сказать еще в процессе я завтра буду отправлять посылку но у меня сегодня отнял apple целый вечер ну конечно же как и водится нормальные люди первым делом обращаются в суппорт когда такое дело происходит я предпочитаю использовать чат потому что мне так удобнее потому что мне так проще общаться я так проще понимаю людей на той стороне потому что я сам английский еще не до конца таки идеально владею и очень часто люди на той стороне бывают попадаются которых тоже английский не самый лучший короче говоря чатится сильно проще ну я стал писать расписывать проблему конечно же я попался на какого-то товарища который долго не мог понять что не так он все пытался мне доказать что это у меня проблемы с экраном и что я разбил экран я ему пытался доказать что это не экран эта камера так снимает в общем и достаточно долго с ним общались пока его убедил в конце концов что все-таки это камера не экран да это не экран эта камера ну общение шло очень долго и тогда он мне сказал что ну раз такое дело то значит телефон нужно отдать в сервисный центр чтобы он может мне подсказать где ближайший сервисный центр хотя и так прекрасно знаю где он ближайший рядом со мной типа относить телефон туда он не сделал такую интересную заметочку что у телефона ограниченная гарантия и что на некоторые вещи гарантии не распространяются но они посмотрят гарантирован гарантийный ли это случай с этой камерой будут ли они менять будут ли они менять за деньги или бесплатно в общем предлагают мне сходить сервисный центр но у меня на сервисный центр резко отрицательная реакция связана эта реакция если вы смотрели мои предыдущие видео с тем что я сдал свой ноутбук ним в ремонт у меня вздулась батарейка они сказали что да это гарантийный случай мы ее поменяем бесплатно но этот вопрос может затянуться в общем 2 ноября я отдал свой ноутбук сегодня уже 18 ноября но он был пока еще непонятно где где-то там я без него и они мне его не вернули они мне позвонили вчера сказали что типа ну вы извините пожалуйста у нас тут коронавирус у нас все плохо у нас людей нету у нас спецмеры короче говоря все медленно типа вы ждите мы вам обязательно напишем когда ваш ноутбук будет готов короче кошмар столько времени менять батарейку я себе не представляю что у них там замеры или куда у них делись люди или что у них там за завал такой ну короче говоря ждем пока еще ноутбук мне так и не вернули ну и короче говоря только от одной мысли что с айфоном будет ровно та же самая история они у меня заберут его я месяц буду без телефона меня как-то это вообще ситуация не радует и я говорю товарищу что мол так и так давай это я вам просто отдам бракованный телефона вы мне взамен дадите новый он такой да такая возможность есть но у вас должна быть куплена подписка apple care называется тогда мы по такой программе можем вам его поменять вообще без проблем я вообще раньше подумал взять эту подписку но никак не покупал потому что я надеялся на то что я буду аккуратненько им пользоваться детям телефон давать не буду никто его не разобьет или платить за ремонт и мне не надо будет вот но в целом она имеет смысл платить нужно 9 долларов месяц и она покрывает ремонт и всячески любые вообще что случается они будут стоить эти ремонты 100 долларов за исключением экрана экран за 29 долларов они будут менять но при этом ты должен каждый месяц по 9 долларов платить целом если вы телефоном пользуетесь не сильно аккуратно он у вас падает вы его роняете это выгодная вещь так гораздо дешевле платить за ремонт и конечно же эту подписку можно оформить в течение 90 дней с момента покупки телефона в общем я тут репу почесал почесал подумал подумал ну ладно телефон дорогой чинить его будет дорого наверное надо купить эту подписку пускай будет если что по крайней мере я буду спокойнее и свободнее снимать если где-то его и грохну за 100 долларов можно будет поменять на новый ну короче вырастали мы общаться дальше и дошел наш разговор до того что начали оформлять это дело и он говорит ну типа теперь вы согласны что мы с вас снимем 100 баксов я говорю подождите подождите телефон же на гарантии какие 100 баксов мне нужно просто его заменить на другой не бракованный а он говорит что типа по этой программе типа мы не смотрим бракованный не бракованный там туды сюды нам не важно мы меняем телефон вам на другое вы просто платите 100 долларов вот так вот интересно вернее так не годится я не собираюсь платить 100 долларов за замену бракованного телефона не понимаю если бы это я его стукнул я его разбил я его сломал но тогда другое дело да моя вина я должен заплатить но это же не моя вина я живу не стукал не ронял не бил он просто бракованный еще интересный момент что кроме того что надо было заплатить 100 долларов они говорят что мы вам вышли новый телефон но мы с вашей карточки снимем по 1300 долларов стоимость этого нового телефона и вернем ее вам обратно и как только мы получим ваш старый телефон если мы ваш старый телефон назад не получим то соответственно этот ваш долг остается вашим ну конечно же мне такая история не понравилась а если почта потеряет мой телефон то что я буду должен тоже так не годится риски на себя брать такие сразу они сразу с меня снимают эти 1300 короче говоря идея так себе я говорю не так не годится я знаю что по закону американскому в течение 30 дней можно вернуть любой товар и получить полный возврат и так должно быть любым абсолютно товаром и неважно что это за устройство это курица или это телефон или эта машина или вообще не важно что тут мы кстати так одежду сейчас покупаем поскольку примерочные не работают то мы приходим в магазин набираем кучу одежды всякой разной поскольку магазине померить ее больше нельзя приносим домой меряем потом приходим в магазин возвращаем то что нам не понравилось и нам тут же возвращают на карточку все деньги я хорошо типа давайте я вам верну этот телефон я его просто вам верну он мне не нужен такой а потом я закажу себе новый другой я не хочу платить 100 долларов и уж тем более не хочу чтобы с меня снимали 1300 долларов в качестве так сказать гарантии непонятно чего и тут началось интересное он говорит что тогда вам нужно обращаться в отдел продаж отдел продаж занимается такими кейсами вот если у вас когда-нибудь что-нибудь подобное произойдет вы должны обращаться не в суппорт мне в техническую поддержку вы должны обращаться в отдел продаж он не сдал номер я стал звонить туда ну и там конечно же первый человек который снял трубку он за такие вопросы не отвечал он меня переключил другому человеку ему пришлось рассказать всю историю потом следующему человеку пришлось рассказать всю историю потом следующему человеку пришлось рассказать всю историю короче говоря у меня сегодня на болтовню с ними ушло наверное часа два с половиной а то может и три просто кошмар вот но в итоге я им все объяснил я объяснил свою позицию они с ней согласились и конечно же в общем то в итоге мы договорились на вариант бесплатные для меня замены но не сильно удобный в общем какие варианты мне были предложены мне был предложен вариант быстрой замены это замена в магазине но при таком варианте я должен был купить новый телефон поскольку у них сейчас ажиотаж и этих телефонов наличие в магазинах нет нужно было бы оформить онлайн заказ на доставку этого телефона в определенный магазин потом прийти в этот магазин со своим старым телефоном и оформить там возврат таким образом мне пришлось бы сейчас заплатить за новый телефон а возврат получить потом вариант другой они мне предлагают что я им отправлю свой телефон он к ним будет сколько-то дней ехать они его получают проверяют отправляют не в обратный зад новый телефон то есть я где-то несколько дней я надеюсь что не так как с ремонтом буду без телефона но это бесплатно абсолютно то есть этот телефон уехал другой потом позже приехал или третий вариант опять за те же 100 долларов наоборот они мне сначала присылают новый телефон я переезжаю так сказать копирую данные а потом они мне ой а потом им отправляю свой старый телефон и вроде тоже никаких дополнительных чарджи ну конечно я выбрал самый бесплатный вариант так что теперь я буду неделю может и больше без телефона хотя хотелось бы надеяться что это будет все-таки быстрее хорошо что у меня есть старый другой iphone iphone с е маленький я его никуда не отдавал именно на тот случай чтобы у меня был запасной телефон и вот он мне как раз пригодился неубиваемый на мой взгляд телефон и лучший телефон из всех которые никогда либо выпускали потому что сначала им пользовался очень долго я потом когда я себе купил телефон посолиднее дал этот телефон детям с ним ходили баловались играли сидеть и ходили с ним школу но они телефон так и не убили он до сих пор работает он до сих пор в отличном состоянии и это видео я делаю сегодня на iphone с е потому что компьютер мне так и не вернули когда мне вернуть непонятно вообще у меня этот месяц какой-то из ряда вон выходящий я вот подумал что интересно если бы я когда стукнул машину и решил не менять машину не купить новую решил чинить старую интересно посинила либо мне хендай и настолько быстро или было получилось бы что на сегодняшний день я был бы без телефона без компьютера без автомобиля вообще жуть какая-то в общем в результате переговоров вы должны получить вот такую формочку где вам будут предлагать распечатать бесплатную наклейку для бесплатной отправки вашего телефона в apple соответственно они его поменяют отправят вам бесплатно другой в замену если вы не добились такой формочки то скорее всего ваши заговоры зашли разговоры зашли не в ту сторону и знаете что бесплатно поменять можно хотя apple будет всячески стараться это сделать за деньги в общем ждите продолжение этой истории я надеюсь конечно что она будет очень радостная и все будет хорошо и она не будет печальной и все будет ок но посмотрим как этот телефон уедет к ним как они его получат как быстро они мне отправят замену и что из этого всего выйдет ставьте лайки подписывайтесь чтобы быть в курсе а на этом на сегодня все всем пока пока